Здравствуйте, мы очень рады, что вы смотрите сейчас нашу программу. В мире то и дело происходят чудеса. Именно так поется в одной известной немецкой песне. Сегодняшняя проповедь тоже будет посвящена одному чуду, а именно тому, как апостолы Петр и Иоанн исцелили человека, который был хромым с рождения. Происходят ли сегодня подобные чудеса? Если происходят, то каков же глубокий смысл исцеления? Исцеляются ли все болящие, которые молят Бога об исцелении? Дорогие прихожане, сегодня мы продолжим изучать деяния. Сейчас мы начнем читать третью главу самого первого стиха. Итак, Петр и Иоанн шли вместе в храм, час молитвы девятый. И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал «Серебра и золото нет у меня». «А что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа на заре, встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени, «И вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя, и скача, и хваля Бога». Весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. «И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним». Аминь. Можете сесть, дорогие мои прихожане, дорогие мои друзья. Итак, Петр и Иоанн шли молиться в храм, и было это после обеда, а именно в три часа дня. Это и был девятый час. Каждый день к дверям храма приносили одного хромого срождения человека, и он просил там милостыню. Именно так сказано в Библии. И вот к дверям храма подошли наши новоиспеченные апостолы Петр и Иоанн, уже была пятидесятница, и на землю излился Святой Дух. Вот на старой серой будни, и они пошли в храм, и, разумеется, прошли мимо этого человека, просящего милостыню. Он увидел их, и, разумеется, захотел, чтобы и эти двое подали ему хоть немного денег. Мы видели подобных нищих и в наших городах. Обычно они сидят на корточках и просят милостыню. Петр и Иоанн тоже часто видели таких людей. В те времена было очень много нуждающихся людей. Ведь службы социальной помощи тогда еще не было. Обычно Петр и Иоанн просто проходили мимо таких людей, но в тот раз, наверное, в их сердцах что-то произошло. Петр с Иоанном подошли к этому храмому, посмотрели на него и сказали, «Взгляни на нас». Это было особое подаяние для этого нищего. Обычно ему просто бросали монеты, ничего ему не говоря. Но эти двое сказали ему, «Взгляни на нас». Это очень важно. В Библии сказано, что этот человек смотрел на них, ожидая получить подаяние. Но вместо этого Петр рассказал ему, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея. Встань и ходи». После этого Петр взял его за правую руку, поднял, этот человек смог сам стоять. Первый раз в жизни. Он был хромой от чрева матери. Это еще не все. Он не просто встал, а стал ходить. И не просто ходить, а скакать при этом. Я думаю, что этот бедняга безумно обрадовался всему произошедшему. Потому что в Библии сказано, что он стал хвалить Бога. И видевшие это чудо люди, те, что его знали, увидели, как он свободно носится перед храмом, были очень удивлены и поражены. Они хотели знать, что с ним произошло. И тогда Петр сделал то же самое, что и он сделал в Пятидесятницу. Он осознал, что окружающие люди ничего не понимают. И объяснил им, что же произошло. Он просто взял и стал проповедовать им. Мы еще поговорим о том, о чем он там проповедовал. А сейчас я бы хотел обратить ваше внимание на одну вещь. на одно важное предложение. И находится оно в 13 стихе. Там сказано, «Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса». Этими словами Петр рассказал окружавшим его иудеям, кем был Иисус, и объяснил, что именно благодаря Ему произошло это чудо, и хромой стал ходить. Это произошло потому, что Бог их отцов решил прославить Иисуса. До этого иудеи отреклись от Иисуса. А теперь им сказали, что Бог их отцов, Бог Авраама, Исаака и Иакова не отрекся от Иисуса, а сделал нечто совсем противоположное, а именно прославил Иисуса. Посредством такого чуда признал и возвеличил Его в глазах народа. Петр сказал все очень четко и ясно. Он сказал, что Бог их отцов прославил Своего Сына Иисуса. Именно так объяснил Петр это чудо. Люди были удивлены и просто ошеломлены случившимся. Бог определенно совершил это чудо, чтобы помочь этому несчастному человеку. Но это еще не все. Бог исцелил этого хромого, чтобы прославить Своего Сына Иисуса, которого эти люди распяли на кресте, от которого они отреклись. Они повелели убить начальника жизни, и вместо него помиловали убийцу. Они отреклись от него, но Бог решил послать им пробуждение. И вот получилось так, что они отреклись от Иисуса, а их Отец одобрял и прославлял Его. Это и есть прославление Иисуса Христа, Богом ваших отцов. А вот как объяснил им это апостол. Он сказал им, «Вы ни во что не ставили Иисуса, но Бог ваших отцов был с ним, и он продолжает славить его и поныне. И благодаря этому калеки начинают скакать». Это чудо произошло, потому что Бог решил прославить своего Сына. Все вы отреклись от Него, а наш Бог сделал Его самым главным звеном. Это послание актуально и сегодня. Дорогие наши прихожане, а также те, кто смотрят или слушают нас, объединением всех религий, люди хотят создать мир на земле и в то же время отрекаются от начальника мира. Но Иисус сказал, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И благодаря одному этому заявлению уже понятно, что объединенной религии нет места на этой земле. «Некоторые верят в Бога, но не верят в Иисуса». Я встречал людей, которые даже говорили примерно так. «В Бога-то я верю, но с чего это мне верить в Иисуса?» И это странно. Как можно принимать Бога и в то же время отрекаться от Его Сына, с которым Бог и Которого Он Сам славит? Это просто невозможно. Они говорят, «Мы верим в одного Бога, но не в Иисусе». Но ведь Он живой Бог, а вы отказываетесь в Него верить? А Иисус? Царь Христос, Он спас наш мир. А вы помните крещение Иисуса? Тогда наш Отец сказал, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Как можем мы верить в Бога и отрекаться от Его Сына? Ведь наш Отец сказал о Нем, «В Нем Мое благоволение». Как можете вы говорить, «Но в Нем нет Моего благоволения». Мы глупцы, презираемые Иисусом, а Бог живой, Его славит. Он пробудил омертвевшую землю, принеся нам чудеса и знамения. Одним из них стало исцеление этого храмова. Когда люди считают, что могут однажды изгнать Иисуса Христа с земли, а этого хотят очень многие, они сильно ошибаются. такие люди пытаются устранить Его, но Бог сказал, «Я помазал царя Моего над Сионом, святою горою Моею». И так будет всегда. Царь Иисус останется царем во имя самого Иисуса. Вот оно, послание к нам. И объясняя людям чудо, произошедшее с храмом, Петр говорит, Иисус Христос всегда тот же, вчера, сегодня и во веки веков. А Библии сказано, «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на Нем». Мы не должны забывать об этих словах. Нельзя выбирать из Библии только отдельные стихи. Очень часто мы выбираем отрывки из Библии, которые нам нравятся. Они подходят нашей собственной религии, которую мы сами себе слепили, а на другие отрывки мы закрываем глаза. Они для нас просто ничего не значат. Но это ведь неправильно. Так нельзя обращаться ни с одной книгой, а тем более со Священным Писанием. Разумеется, многие из вас задают себе один вопрос. Славит ли сегодня Бог Отец Своего Сына чудесами исцеления? Я вижу, что вы сейчас находитесь в некоем напряжении. А вы думаете, «Пастор, ну скажите же, что чудеса до сих пор происходят и могут произойти с нами прямо сегодня, но как же мы должны понимать дар исцеления?» Само собой разумеется, что Бог Отец и сегодня славит Своего Сына через чудеса и знамени. Я могу рассказать вам об одном нашем брате. Ему было уже много лет, и он был самым старшим по возрасту в нашей Церкви. Но у него был рак на последней стадии. А врачи были уверены, что он проживет еще максимум, ну, месяца три. И так и сказали его жене. Поэтому его семья заранее договорилась с нашей Церковью по поводу его похорон. Но мы помолились вместе с ним в смирении и полном доверии Богу. И он прожил не те три месяца, а еще целых 15 лет. Когда он узнал о своей болезни, ему было 65 лет. Конечно, ужасно узнать такое. Я с этим согласен. Но все же мы должны воспринимать истории об исцелениях из Библии и из нашей жизни как предвкушение чего-то еще более грандиозного. И видя эти сверхъестественные Божьи деяния, мы не должны делать ошибочные выводы, что мы уже находимся в раю, что мы уже попали в грядущий мир, в котором вскоре не будет ни одной болезни. Вместо этого мы должны понять, что Бог творит просто необычайные вещи. И мы должны рассматривать их как некий аперитив. Вы знаете, что такое аперитив — это блюдо, подаваемое перед едой, чтобы вызвать аппетит. Вот что это. Нигде в Библии не сказано, что мы будем жить на этой земле совершенно здоровыми. Но, к сожалению, сегодня иногда в некоторых церквях учат таком, а это ужасная ошибка. Такое будет, но будет только в новом Божьем мире. И вот что сказано по этому поводу в книге Откровения. Я зачитаю вам, но чуть позже. То, что происходит сейчас на земле, однажды пройдет, и тогда придет грядущее. Вот что я хочу, чтобы вы поняли. Возродится все то, о чем говорил Петр в своей проповеди. Но это мгновение еще не пришло. Оно наступит лишь только тогда, когда прежнее пройдет, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И когда это произойдет, у нас будут совершенные тела, которым будут не страшны болезни, переломы и даже смерть. Но до тех пор болезни всегда будут рядом с нами. Я думаю, что даже исцелившийся хромой, о котором мы сегодня говорим, тоже впоследствии заболел, и его жизнь завершилась смертью. так произошло и со всеми первыми христианами. Они не были сверх людьми. В итоге все они умерли. Если мы прочтем, что в Библии сказано о величайшем пророке Елисея, который совершил много чудес и явил миру множество знамений, мы увидим, что он умер от болезни. А ведь у него было в два раза больше Святого Духа, чем у его предшественника Ильи, которого огненные кони и колесницы забрали на небеса. И об этом пророке, у которого было в два раза больше Святого Духа, чем у Ильи, В Священном Писании сказано, что он умер от болезни, и это было в те древние времена. И наш Хромой был единственным, кто исцелился среди многих других, просивших милостыню Петр и Иоанн. Не исцелили весь Ближний Восток. Все эти люди умерли по одной простой причине, потому что все чудесные Божьи деяния всегда являются необычайными знамениями, а именно возвещают нам о Божьей славе, которая однажды явится к нам, когда мы будем вместе с Богом. Тогда и наступит время, когда на земле не будет болезней. Мы помогаем нашим больным добраться до дома, если они не исцеляются. Но при этом мы знаем, что их тела в конце времен воскреснут и будут абсолютно здоровыми. И тогда им не нужны будут врачи. Вечной славе все мы исцелимся и будем вечно здоровы. Но почему так будет? Потому что Иисус страдал за нас и умер за нас. И благодаря этому Он забрал не только наши грехи, но и болезни и боли. Исцеление это всего лишь только знамение. Именно так сказано в Библии. Вот почему там находится место о чудесах и знамениях. Исцеление это всего лишь намек, всего лишь предвкушение, только первый урожай того, что нас ждет в будущем. Если сегодня в церкви кто-то исцеляется, это не означает, что только и надо будет делать, что проводить исцеляющие встречи. И в итоге все в церкви исцеляться нет. Исцеление это всего лишь Божие знамение, с помощью которого Бог хочет нам сказать, посмотрите, какую радость я сделал для этого человека, и подумайте о том, какая великая слава ждет вас в будущем. То есть сверхъестественное исцеление это всего лишь небольшой фрагмент той великой славы. Только в грядущем мире все будет совершенно. Пока мы должны ждать, пока наш Господь пошлет нам исцеление. В Библии сказано, что мы должны молиться за болезья. Но исцеление сейчас это всего лишь первый урожай и предвкушение. Есть еще одна истина, которую мы можем извлечь из исцеления Храмова, а именно понимание о верховной власти Бога. Мы знаем, что в те времена не все молитвы об исцелении были отвечены, как возможно мы считали. Но Библия рассказывает нам кое-что и о верховной власти Бога. Там сказано, что наш всемогущий Бог совершает деяния, которые невидимы для нас. А это значит, что Он может сделать для нас нечто другое, чем мы просим. Как же мы должны поступать в таких случаях? И что делать, если вы просите об исцелении? Бог Его вам не посылает, по крайней мере, не в той мере, как вы хотите. Иногда бывает, что человек умирает, несмотря на все молитвы? И молитвы об исцелении продолжают нестись к небесам? Как же нам поступать в таких случаях? Может быть, спорить с Богом? Начать сомневаться в своей вере? Или же решить для себя, что Бог нас не так уж сильно и любит, но нет? лучше всего в таких случаях просто помолиться нашему Небесному Отцу, то есть сказать, да будет воля Твоя. Тем самым мы признаем, что мы ограничены незнанием, а Бог превыше всего. Ибо в Библии сказано, пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Иисус это знал и поэтому молился. Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Но потом он добавляет, впрочем, не как я хочу, но как ты, как ты хочешь. А Павел три раза молился Богу. Он молился ему из-за своей плоти. его молитва касалась его тела. Но Господь за все эти три раза не сделал того, чего просил Павел. Вместо этого он сказал ему, довольна для тебя благодать моей. Дорогие прихожане, в смирении перед Божьими намерениями заключена великая сила. В том числе там возможно есть и исцеляющая сила. Иногда эта сила может сделать еще более великие вещи, вы могли себе представить. когда мы постигнем таинство смирения, мы перестанем надеяться только на наши собственные силы. Тогда наша душа успокоится. Мы покоримся Богу и доверим всемогущему Богу нашу жизнь. Мы начнем верить в Бога и доверять Ему. Это великая вера. Порой мы поражаемся нашим братьям и сестрам по вере, которым приходится бороться с серьезными опасными для жизни болезнями. С каким же доверием, с каким же глубоким внутренним спокойствием они целиком и полностью вверяют свою судьбу в руки нашего Небесного Отца и говорят «Да будет воля твоя». Такие люди просто излучают доверие к Богу. И всегда происходит так, что кто-то из них обретает исцеление, а кто-то из них уходит в вечность его призывают туда. Так чем же проблема тогда? Мы же рядом с Господом. Если мы живем, то мы живем с Господом. Если мы умираем, то мы и умираем с Господом. Живем мы или умираем. Для нас это не важно. Ведь мы в любом случае с Господом. А сейчас давайте все вместе скажем на это Аминь. Аллилуйя. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. На сегодня это все. Ждем вас на следующей нашей программе. КОНЕЦ